так тебе нужно две дорожки я трансляцию включил закрытую я хотел спросить гост здесь да да с чего решили это протестирует свои силы или чё да мы сегодня играли с этими с пацанами из battlefield 1 сервера мы такие у нас один чувак позвал тебя скатать клан какой-то там мы с ними познакомились и они типа сказали что вы такие пиздатые раскатает наши силы попробовать нужно срочно где мы их раскатали тоже я понял вы решили еще выше план ну я думаю не возьмем не не готовится заранее так не надо просто если вот вот конкретно вот эти деки у вас будут то как бы можно даже не стартовать вы выиграли выиграли на самом деле да вот это конечно ну да 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 заранее там продумать на пикуду не смотрите он дурак не умеет в youtube да блять страшный механдах и мультинациональный это называется противопутинский в настройке в вывод там где запись и вот там снизу типа в под форматом записи звук какие дорожки будут у тебя писать там только первого так аааа спасибо да там реально две дорожки зачем тебе две дорожки господин две дорожки только продюсера он продюсер его да 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 он хотел чтобы звук в два раза качестве не было только теперь говно звук в двух дорожках просто был играть крат верни лишний ничего не нажимай работает не сильно скрыныло накидал настроек все все для них падших духа надо надо все обратно теперь вернуть я не знаю много чуваков вот с этим со скобочками в скобках рус мы уже играли я даже могу сказать когда сколько раз я выигрывал вот эти копки разные в одного квадратным другого круга вот если ники не менялись то я могу сказать не не сталкивались и чувак под ником зингерс это наши новички вы еще обучение ну да мы я сейчас обучал я говорю если еще при случае я могу и на нептун слетать топлива горит на самом деле спокойно сейчас нормально спокойно горит факел так подожди давай это нагрегирусом сейчас подали сейчас я буду какой-то совет сейчас давай посмотрим совет о ничуть и тут профессиональные деки то блять просто хочу узнать кого скатался в этот раз база варгейма да у нас база варгейма есть так есть вероятность что 2 чего 08 погоди это еще сегодня мы с кем-то из вас катали нет нет я вас не не помню а до сих пор нормально мне от них и как минимум да я то не каждый день не нет ники старые я только два раза не к ним правда сейчас у меня тут на каждой на каждой минуте свой так как сейчас надо второму нашему роду позвонить в туалете утонул по ходу поднимаю в тумбук блять бахилев за и выигрывать его там мтлб прикольная машина снабжения нормально никто не говорит топ топ зато ты можешь быть уверен что снабжение доедет да и не умрет от миномета у нее есть нсв ну или нсвт либо корн либо дшкм у кого блин это все разное оружие я знаю какая разница стреляет пульками и все так не подожди у снабжения но оно не прописано но оно есть а так так я не видел а я раньше не обращал внимания я не видел такого дерьма много вспомни про агс на ПТР90 там пулеметки на текстуре есть а оружия его нет стреляет он потому что им лень было переделать текстуру машины ну да 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 парни две бочки и есть две бочки так что здесь по плану да сейчас уже заходит один в другой канал зайдет да я его по слову спрашиваю как выигрывать вертораж или что конечно да против ми-24 в ну да кстати красный вертораж хрен куда остановит тем более если не будет нет можно его остановить француз нет еврокорпус мотор спорт может его остановить спокойно да путина да путина да путина сказки сказки путина хррррг да но очень хорошие добрые с хороших пиццов когда краталь без ракет остался хррррг с обидным я три краталя вытащил с него сука всех загадочек ну ладно я поэтому говорил тут как бы очень очень спорный вариант зашел блин 2 наконец 3 3 ну что все все готовы да да ебать я так я так понял фин мотор город пойдет по центру раш по центру на танкистов на какую двойку тут нет двое да он имеет ввиду двойку конквестовскую только одна ее может пушить только нет 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 вот моторист на пятерку появится океан авиа и 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 спиной и и и и это если во и у нас очень хорошая побежать . если забить на город не пропушить федор а потом можно и григорий можно в этом есть прикол чтобы это компань вот главный федор наш что был пять минут все я поеду вообще вот в этот лес и ход так сейчас скажу коронавирус так значит смотрите смотрите свишки я хочу чтобы например напруга надо было брать им танку и куда можно было бы замыть ухуде нам надо а теперь не стоит да а янц золотой этот ходе ядеря его разве единоста процент у нас нет разоснования но уже давно уже как бы как это делится как видите припомнит я кошмаром на не оставлено но я могу и просто развести так и шенки вот так тебе нужна одна свишка на елену тогда давай так я могу я сейчас прям купить без истребители не подмашь белочные лена поставишь он на диму не на ивена и на не оставлю точно я можно и 2 к 2 кошмар купил нормально точно не распределить лучше распределить не она не на елене ты на бориса и он на все остальное так у меня соколы чуя в свою сторону кто-то задронет или нет мне нужно что-то задронил воздух куда потому что я могу к пикуде мне хочется высоко вы поработали я ляк возьму в полу у меня ложки не получается да там парни конечно 30 процентов побед 40 что-то мы догадываемся может быть они там круто завертараж или посоветовали или они али они нагнули 20 процентов им посоветовали против нас так значит мне важно задронить и как только увидим где верт высадка наверно скорее всего со стороны ивана там будет и там еще кого-то не сменил того нормально а чё не так точнее рынки но в любом случае было бы лучше если бы был бы по чем сверху зоши главного у нас нету в общем рука дома артели на 100 никогда я вообще в жизни пару раз на два за сегодня сидишки нету у них пехотная кулайся в жизнь а мощь надо было глухо поэтом попросить подождать что мы это она не идут поиграли против лицовара проверяй нету будет баррик на всех я ничего не вижу канон середину ага это чё ко мне что ли или чё я лечу на встречу нахуй ты их принципе дохрена то есть это как минимум вертолетов 12 а 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 чё я не знаю куда они надо я так все хьюики это мне туда мне тут повышать вертолетов оттуда я говорю в код лип на право кильце я сливаю сокол или нет ну то просто сливай на правую часть право кипах педы блин а не тут а потом можно помочь еще мне не очень не выгодно сливать блин поздно 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 я только я пытаюсь я забираю этот айдес айдес начинают работать уже только я не выезжаю в город куда он там работа ты 망arda но если но это фаритон дед а че это кошмар они все у нас под контролем все начинаем массировать не массировать сиську мяч и они играть будут или как бы это все мне надо больше шмак где-то здесь скорее всего либо я река департ я запомнил а если больше спрашивают он кошмар нашел вот там этот пехотная дошла самолет интересно было что за самолет я не хотел видеть, но особенно потому что у нее была пулу ракета он был все бить теперь я взял еще один яг и можно будет накупать твой мать там это не надо проедем коробками отсюда да, у меня разведчик туда скоро прибудет но коробками я туда денусь конечно это лайк раскрываем у меня я хочу чтобы да это да 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 это они привет большой дядь так слева сагая ааа гааа на всех парах круто чусь будет прикольно если они еще застрянут меня ты бы был давай на всех парах ураган амх 40 сейчас у меня там видос придет и я буду всех светить всяко что скажу амх 40 сейчас убьет это амх если он ее подвинет он все убьет амх убьет он но она может да амх 40 все понял сейчас мы засветим так один отряды искренел можно когда паши искренеть этих я убью ааа убил проверяй пуканул да по атакому я быкую этих убил все отлично там еще айрбурни айрбурни и бред сейчас это пукать 72 высоты самолет айдс мою сторону вылетаю истребителя беру там он кошмар светится я знаю бог понятно отлично хорошо блоки в воздухе игл в воздухе игл это на твоей баухе наверно или на нашу забег теперь бегаю с истребителем не увидел его и тихо-тихо миг мигли ми赤 Carmel что он дерз ano пошел да смерти шо где мне парни слабенько парни слабенько ребят смотрите если вот во первых я не поняли во что играете это деструктор тут немножко правило почитать не надо юнита 9 другое я к сожалению пока не могу она в сашка сама испарится не 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 там аэрборный там нормально сбегу кашу кашу мы сейчас вызвали вот я вызвал уже нахарит а а и не нужно и руланд на базе это я дура у до сих пор охи охи летают да да он тебя похоже спалили к себе выли да естественно хотя бы ничего не спала это вот просто арпе делать а то есть что в уста то это ни разу не попал до сегодня не она попала в пахтигр да и он ушел и он нашел да нормально тогда команда серву просто это бишь ну все размассировали нет огни да отходи отходи еще промазали зря промазали ну а не противоблёточки прям поставили вообще прям молодцы и не ступай начальник так если они из города собираются выходить я готовлю штурм группу а блин и он а у него во все ушли ровно-ровно во пацаны а не он не скинул он потерял цель надо что-то да а мне чё с бухами по стабилизейшн я понял так ретарция вааа я щас придется отдать тангуску за антидар не придется нацепить этот это не 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 а тигар какая не я не а я вы вы истребитель один не 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 а он не 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 а не а а штурм а это элита это элита какая-то да у него смотри смотри у него механа механ механ элита брать да я думал бой какой будет интересный тут просто туда пехота вывалилась и убила вертолетом который пал и дай проверим я щас по так граунду по лупану по сектору где пехота сидит ну может ухудет и убил вид смс ухм 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 да там а ну кстати да там же евро корпус в евро корпусе должны быть здесь дома всегда в скв скв с одноразовыми еще и в дома не посадили пацанов не в домах пацаны сидят на улице выгнали короче в мире одноразовые промазали ёбки бля смт подгоним я бы элк тебе подогнал но и да нет не надо спорить с вертолетом сми 17-м тем более надо катеху было закинуть выбирай спорить с тренером по борьбе только может только тренер по стрельбе примерно так а вот это все еще хуже потому что они пытаются копать ну шо вертара то я будет просто мисс 17 покупаю у меня в итоге получится вертара что что они не собираются убивать ты наверно ты уже тысяча поэдов чувак у меня 300 у меня сто сто поэтому я нормально я просто копил у меня трехсотка накопилось копил копил никак не копил там дальше сам беги беги мой догоню догоню сейчас мы 17 делаем жук вот жук и только висены по стенкам опа опа ничего не накопили то вы говорите бомжи бомжи и так лонгбой там лонгбой там я тут продюсер на книгу я кошмар вызвать тену идет и делал я уже едет запишу я даю а еще кашу еще добор а но твоя быстро да я вас еще нормально флажка вышла а вы говорите пойдем давай крот выделяйся большей рамкой вот так я уже антироларники не снять так я вытащил уже давай еще пару к шему в дуточки просто звучало как угроза когда я извиняюсь что позвалось в эту игру я думал там война будет ну я думал щас запотеем там щас все будет щас все выиграем вот наконец-то нашелся достойный противник это такое я правда так думал ребята без обид так я вот щас туда уже рсзо опустил она уже стреляет в лесную зону и наведение на ты сломаю вызван герда мы еще просто туда просто туда лечу в ту сторону опа застунул яйца яйца потерялась вида а как тебе такой алтан джон как тебе такой алтан джон и еще раз алтан джон это вертораж готовится будущее нечего нет это самого начала нечего это что на нашей я думал он пробок от нее в кобровом уничтожитель фобов 3000 м с другим все нам это один плода А тут да. Не пёхай фон. Да бля, ну я понимаю. А где CV-шка-то? Копят они где-то? Сохоронили? А мы всех найдём. 25-ый не может никуда упасть, не то что серия. ХОПА! ХОПА! Попал! У меня на 2-ой ракеты не разуще. Стабиль на 50%. Ну, там вот 40 напитки, просто стабиль на 50. Играем в игру на дико. Ну, это несложно. Она не за справа, скорее всего. Мы её быстро... Кажись, нашёл. ХОПА! Мы начинаем. В игру на дико шву пихода, кажется, нашёл. Тут же секунду. ХОПА! ХОПА! Сагайо! Сагайо! Щас я его закрыл. Щас поставят CV-шку, мы повылетаем тут всё. Да, да, да. Я просто ВП-шку наверно вызвал. Ёп! Это ребята сэкономить решили на поинтах или что? Типа да. Ну, я просто бываю деструктором с ограничениями. А, ты про то, что они всю свою технику отразили? Да, да, да. Это смысл. Заряется в этом, да. Сэкономили нам тур и спасибо из РК, конечно. Видишь, какие заботы твои. Ну, вот куда только машин попёрся. Ещё искать дальше. Если я один раз кину буду... Чё? Где ты кошмар? Я буду рандомить просто убивать рандомные точки, короче. Просто. Да. Чё, я походу город взял. Звучит как в эпохе Империи. Там да, город такой, блядь. Здесь левая и правая. Противоблётка стоит. А вы говорили. А, вон она. Где? А-а-а-а. Купаю себя розы. Капец от 2 всё сделен. Да ЖЖ хотя бы напишет. Да это не похоже на ЖЖ, извиняюсь, конечно. Дожбикуды мало набил. Я... Отвлекал меня сюда. Кротафу, смотри. Кротафу, смотри. Кротафу, смотри. Подсосить ещё 3000. Ой, блин. Да, на фрогах дельта форс летело. Недаличь, вот. Ну, кстати, да, дельта форс, как и крупный парк. Поставочек. О, я у них на базе кошмазар. Блин, круто. Нет, это очень низкий уровень игры. Вот, как раз от 30 процентов. Уровень игры 30 процентов. В первую очередь, самое главное, непонимание карты. То есть, вы так и не поняли, во что играете. Абсолютно. Вот. Я хочу, чтобы вы научились, ребята. Соотечественники должны нормально кататься. Парни 30 компаний прошли. Да. Вот, кстати, кто компанию проходил, ведь вы должны были, значит, что такое деструктор. Или даже там не дошло, что такое деструкшн. Мне кажется, из всех только он и понимал, что там делать надо. Который. Который самый первый, ну, к нам заходил. Кто компанию проходил, ну, или играл в нее. Тут должен был понять фишку-то. В чем, в чем деструктор-то там. Там, в компании деструкшн. И вот он, там жесткая подсказка по этому поводу. И мне очень часто приходилось выставляться семью сивишками против, допустим, там 60-ти танков. То есть у тебя семь сивишек, а там 60 танков едут у тебя. Вот. И вот только благодаря этому рывок надо делать. Вот. Ну, в общем, как-то так вот. У меня плохо слышно. Нет. Нет. Вот тебе нормально? Да. Микрофон отдалил. Ага. Моя ошибка. Пустил десантника на центр и, блядь, тебе даже ничего не сказал. Нет, нет, нет. Ты не понял. Вы неправильно играете вообще. Вы режим деструкшн. Знаешь, что такое режим деструкшн? Да. Ты вообще знаешь, что это за режим? Да. Нет. Нет. Что? Просто ордой кинуться на точку врага? Нет. Это экономика. Это тот же режим экономика. Здесь побеждает тот, у кого больше шахт. У нас со старта было 7 шахт, у вас 2. Точка приносит тебе дополнительный поинт. Да. Да я знаю. Нет. Что-то вы, походу, не знаете, потому что тут точки, даже ближайшая к точке криспа. Я не поставил. Я не поставил. Я думаю, выдавашник поставят. Я, типа, обычно всегда за этот город пизжусь. Всегда. Я, типа, не ставлю кашло. Это сорнопарный троим. Если... А? Сонапарник куда-то твой? Да. ВДВшник. Я никогда не ставлю кашель на свою точку, потому что я если город въебываю, я въебываю эту точку. Ты не понимаешь, пока ты стоишь с городом сражаешься, ты даже... Рекомендую тебе посмотреть мои гайды и ты узнаешь, сколько твоя точка зарабатывает за одну минуту. И что за три минуты ты просто этот город в пыль превратишь. Понимаешь? Она очень много зарабатывает, твоя сивишка, на той точке, на которую ты ее не ставишь. Ты даже не представляешь. И с каждой секундой все больше и больше. И в итоге вы бы нас не смогли победить, даже если бы мы первую старту армию просто спалили бы просто или там уничтожили бы сами свою армию. Вы бы все равно не победили. Потому что у нас армия была... Если ты посмотришь в конце, сколько мы там заработали, мы заработали в три раза больше, чем вы. То есть у нас минимум армия в три раза больше, чем ваша. Просто потому что у нас шахты работали. Вы это называете шахты? Ладно. Нет, ну я для понимания. Потому что как еще людям сказать income? Я не понимаю. То есть я говорю... Точка. Просто говори КШМ. Я понимаю, но это конквест. Вы играете здесь как конквест, то есть занял точку и такой победил. Здесь не так. В деструкторе немножко по-другому. Ты занял точку, а у меня больше денег и я победил. Вот. То есть если у меня больше денег, я могу из любой точки тебя выбить. Без разницы сколько тебя там сидит и как долго ты там сидишь. Поэтому вот и там много говноюнитов вы используете. Деки тоже править вам. Почему говноюниты хоть один? Кельтик. Почему кельтик говно? Он бесполезен абсолютно. Что это за? Без полезен. Что сделал кельтик в этой игре? Давай. Почему вы считаете кельтик говно? Мне вот просто интересно. Вот игра была. Почему он бесполезен? Что он сделал в этой игре? Что он сделал в этой игре? Я отдал сокол. Знаешь, что вы сделали сокол? Я отдал сокол. Я отдал сокол, потому что я так захотел. Мы в этой записи, вы можете услышать, что я так решил. Ну, потому что нехер было делать больше. А сокол? Да. Ты куда говори. Сокол может еще на армии отработать. Ну, сокол, да, на армии может работать. Допустим, вот как, блядь, отражать советский вертраж? Вот, блядь, любой, ну, любой синей нации. Кроме... А зачем? Ну, ты сейчас выкупаешь, вы выкупили ораво вертолетов, которые потом висели на краю карты. Ну, я не покупал ораво и четыре клетика. Ну, в сумме у вас была ораво вертолета. Это было, это были пехотники. А другие пехотники... У тебя ВДВ деки и пехота на вертолетах. У него часть пехоты на вертолетах. Да, конечно. Так ВДВ дека берется для самолетов, а не для вертолета. Илюх! Чё? Кажется, я тебе это говорил год назад. Что? Так... Что это ты год назад? Объясни. Короче говоря... В общем, гайды вы, но то есть... Ты, блядь, берешь на эту карту ВДВшника и... Как ты, блядь, ну... Ребята, ВДВшник просто не работает. Я ВДВшника соберу, то это чьи-то постебаться. Нет, ВДВшника работает, работающий вопрос физически в этой игре. Само? Не существует, нет. Как говно я сегодня. Вертолеты слишком дорогие и мало. Вертолеты тоже дорогие. Да, не работают. Да, ты можешь высадиться и все. И все, что ты можешь. И тебе это очень дорого обойдется. Вот. Вот. Ребята... В МИ-8 МТВ, как бы, нет? Вот сегодня... Вот... Кто на канале есть у меня, ну, на ютубе, скажем, да, вот, можете посмотреть последний самый видос, где пикуда с кротом сражаются, а там чувак высаживается. Вот. И едет на него механика. На этого чувака, который высадился и радостно сидит в домах, приехала на него еврейская механика. И нахер просто сдуло его ветром вот тут этого десантника. Сандик очень дорогой. Вы понимаете, что половина стоимости ваших юнитов, это вертолеты, у которых даже оружия нет. И вы считаете, конечно, оружием пулемета, это круто, но я не считаю. Таковый выдавочник, Лол, вы серьезно? Таковый выдавочник, проблема в том, что у него пехоты нормально нет. ВДВ? Да. Почему его не считаете? Ненормальной пехотой. Потому что выигрывает штурмовикам, другим, и даже в некоторым бойцам. Да, кстати, штурмовик выиграет. Штурмовая, ну, механическая точная дека, просто вынесет вперед ногами ВДВ деку. Вот. Единственное, говорю, преимущество, которое ты можешь дать за ВДВ, это если, допустим, советский, то у него три слота великолепных самолетов и истребителей. Вот тут еще, как бы, да, но дальше польза кончается, если враг вообще не летает. Вот. Так что тут ВДВ просто вы играете, себя в тупик ставите. Ограничение по войскам огромнейшее. Отсутствие, полное отсутствие танков. Отсутствие МВС, МГС, великолепный танк. Ну, Илюх. Ну, М8, ну, охуенно. Илюх, он затычка. Ну, некоторые Т-72, но я даже Т-700 с него перестрелил. Илюх, он затычка. Нет, это реально... Хорошее? Почему? Серьезно, если... Посмотрите, гайды. На полном серьезе. Я хочу, чтобы вы хорошо играли. Вот. На данный момент, вот если по десятибалльной шкале, это примерно двойка. Без привлечения. Вот если вы еще скажете ре еще сто раз, допустим, здесь вот, да, и сто игр из ста вы здесь сольете. Вот в чем прикол. Даже если кто-то из нас вылетит, вы не выиграете. Даже если два человека вылетят, вы не выиграете. Вот. То есть смысл понимания карты стартовая проблема. Использование говноюнитов проблема вторая. Я не знаю, что если ребята что-то добавят, потому что вот это мое видение. В ДВДК, то есть говно деки, вот тоже проблема. Плюс в деструкторе не надо использовать медленные деки. Это важно. То есть... Специализация. Специализация тоже не играет. Да. Специализация не играет, да. Специализация не играет, да. Ну, да. Специализация в деструкторе я не знаю для чего вам. Весь смысл в том, что вы не сможете выкупить и часть своих войск. Так построен деструктор, что когда одна сторона больше другой зарабатывает, то все, начинается волна почти неостановимая. Вот. И поэтому ценность юнитов уже не такая. Для тех, кто обороняется, все очень дорого. Для тех, кто нападает, вообще посрать. Они могут стаками, танки жопой вперед вести. Вот. Поэтому тут специализация не нужна. Вот. Ну, то есть... Ну, так примерно, чтобы вы понимали. Тут... Можем в конквест также откатать, но... Я даже знаю, чем это завершится. Это, возможно, еще быстрее завершится все. Вот. Кажется. Мне не будет. Руфлот деструктор. Десятиминутная катка. Не-не-не. Да, это десятиминутная катка. Вот. Больше подготовка занимает. Мужчина арендовал яхту, после чего она утонула из-за перегрузки проститутками. Вот. И все нормально. Это ковидов, да. Вот. Так. Ну, в общем, ребят, я надеюсь, вы посмотрите. То есть, если кто-то из вас посмотрит гайды и с другими начнет делиться знаниями, то это будет достаточно эффективно. Здесь у нас в нашем дискорде собираются люди тоже играют и тоже делятся знаниями. Вот. Поэтому и тут подскажут. Деки знать. Да. Деки в материалах. Вот есть вкладка материалы. Там есть деки, которые действительно полезные и эффективные. То есть, там нет лишних юнитов. Там все, все прочитано. Вот. И никаких, конечно, кельтиков. Такая штука. О, Олежка ушел. Ладно. Ну, в общем, вот так вот. Вот. Я так понял, вот вторая дак, и я так понял, вот это танкист салог, да? У меня? Да нет, я смотрю материалы, типа. Так же. Здесь. А на сперпорт салют, сперпорт с названием. Да, название есть и скрин есть. Название нет. В смысле, название на самой картинке. А, да. Ну, танкист там не выбил. Ну, простите. О, смотри. Да. Запрал, понятно.